Местом Альберта бетонная стена под открытым небом, кисть граффитиста, баллончик, а вот художественный штрих называется опыл. Здесь главное чувствовать, каким он будет. Опыляя рисунок, художник будто оживляет свои картины. Получается, что очень сложно, но в процессе, то есть чем быстрее, то есть тут даже элементарно, ты на секунду дольше там задержишь баллончик, у тебя сразу течет краска. То есть тут очень много моментов, ну и тут с опытом приходит. А опыту художника более 15 лет. По образованию мультипликатор, но, как известно, у искусства нет границ. Илья увлекся граффити и аэрографией, и теперь прохожие, например, могут любоваться итальянскими или греческими пейзажами в исполнении Ильи Кирпа. Но это сейчас, а вот в начале творческого пути приходилось и быстро бегать. Как-то я рисовал на ЦТП, можно сказать, там чуть ли не ночью или там рано утром, а ко мне подошли, ну, с ТСЖ, я не помню кто, и говорят, а что ты, типа, все время убегаешь там и так далее. Вот нарисуем, мы даем добро, и в итоге мы просто, я пригласил друзей, и просто спокойно днем рисовали. Когда к нам подошли участковые и говорят, а кто вам разрешение дал, в итоге мы гордо сказали, что вот нам разрешение дали. С этого и пошло, то есть, в принципе, уже мы вышли, как говорится, из тени и реально поняли, что просто нужно рисовать хорошие рисунки, интересные. Впрочем, такими историями может поделиться почти каждый граффитист, в отличие от того, кто участвовал в фестивале Urban Morphogenesis. Художники со всего мира за несколько месяцев оживили своими картинами безликие многоэтажки в Новой Трехгорке. Я поддерживаю вообще такие фестивали, и это реально круто, потому что масштабы просто поражают. И, ну, в целом, там тоже была возможность поучаствовать, но в итоге мне сказали, что можно в другом месте, так сказать, рисовать рядом, что тоже как будто хотят ко мне обратиться в рамках фестиваля, в принципе, вот мы решили здесь тоже сделать такую интересную концепцию. Микрорайон Сколковский. Именно эту территорию предоставил ФСК-лидер в качестве полотна для художника. Компания поддержала идею проведения арт-фестиваля и стала одним из спонсоров Urban Morphogenesis. В рамках микрорайона Сколковский мы предоставили одну из площадок для того, чтобы художник, который принимает участие в фестивале, мог создать свой арт-объект на территории нашего микрорайона. На бетонной стене уже был изображен лес, поэтому над эскизом художники долго не раздумывали. Пять представителей русского леса – заяц, амурский тигр, медведь, олень и енот. Но у каждого художника есть свой почерк. Илья Кирп решил этих зверей подружить с героями всем известных мультфильмов. Игорь Дубасарский переехал в Одинцово в декабре, подальше от московской суеты. Его квартира находится на первом этаже. За работой художников следил пристально, говорит, любуется. Очень хорошая тема – лес, он успокаивает, зеленый. И в это время вот такие шедевры, можно сказать. Ребята просто молодцы, замечательные. Для такой работы нужно не только терпение, но и хорошая погода, говорят художники. На один квадратный метр рисунка уходит один баллончик краски. Три дня потребовалось граффитисту, чтобы завершить полотно. С филигранной точностью каждый опыл художника в несколько слоев оживил 10 жителей бетонного леса микрорайона Сколковский. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.